В России ввели несколько пунктов, которые являются критерием для оценки деятельности губернаторов инвестиционная стратегия региона, план создания инвестиционных объектов, послание высшего должностного лица об инвестиционном климате, принятие нормативного правового акта субъекта РФ о защите прав инвесторов, наличие совета по инвестициям, специальные организации по инвестициям, ну и так далее, то есть единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна, инвестиционная декларация региона, каких инвесторов мы хотим, что мы предлагаем, нормативные акты, система обучения, вот очень интересная штука, это наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ. То есть вот у Калужского губернатора Архамурова была фишка, что он всем потенциальным инвесторам давал свой мобильный телефон, ребята в любое время звоните. Ну реально, он берет трубку, то есть те инвесторы, которые работают в Калуге, мне рассказали, что действительно можно губернатору достаточно спокойно позвонить. Андрей Воробьев, который сейчас исполняющий обязанности губернатора Московской области, решил, то есть выделиться, он всем дает свою личную электронную почту. Типа я вот продвинулся, ну и как рассказывают бизнесмены, опять же Андрей на письма отвечает. Вот, соответственно, посмотрев на эту модель, сейчас мы с оси прорабатываем создание нашего совместного рейтинга, рейтинг политико-экономической эффективности губернаторов, который бы учитывал бы все параметры, экономические и политические. То есть номер один показатель – это взаимодействие с инвесторами, который делается следующим образом, сейчас я покажу более подробно. Первое – это опрос инвесторов, ведущих бизнес в большинстве субъектов Российской Федерации. То есть это, ну как правило, то сюда будут попадать энергетические компании, торговые сети, ну собственно, те, кто… и крупные монополии, то есть есть, конечно, определенный перекос. Дальше – прирост количества высокооплачиваемых рабочих мест. Вот для начала все-таки мне нравится эта идея деловой России про 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест, высокопроизводительных. Указ замечательный Владимир Владимирович подписал, но все-таки хотелось бы, чтобы были четкие критерии. А что считать высокопроизводительным рабочим местом? Дальше. Объем проектов государственно-частного партнерства в регионе и очень интересная штука – реакция на запросы с информацией от иностранного инвестора. Ну это вот такой типа мистер-ешетка. Есть секретный покупатель, когда люди приходят и пытаются получить какую-то услугу. А тут модель, что они будут якобы от какой-то иностранной компании делать запрос в региональную администрацию и смотреть время ответа и насколько ответ содержательный. Что мы еще предложили туда добавить? Это информационный фонд о деятельности губернатора по данным мониторинговых агентств. Причем я бы, может быть, брал несколько, скажем, «Медиалогию», «Интегрум», ну то есть, чтобы были сопоставительные, чтобы не было искажения за счет одного агентства. Дальше. Рейтинг населения. Ну сейчас администрация президента обсуждаем. Да тут они данные формы, которые проводят, так называемый георейтинг раз в квартал по всем регионам России, потому что, ну, почти по всем. Они, по-моему, пять или шесть регионов, которые поменьше не закрывают. И отношения с элитами, опрос политических экспертов, ну это, собственно, то, что мы планируем взять на себя. Так сказать, как холдинг Миченко консалтинг. Сколько это наша специализация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!